Ты молодец! В большей самостоятельности, да, в большей, ну так скажем, они должны учиться какую-то ответственность какую-то нести. Там очень много идет упражнений практической жизни, то есть там идет даже не столько обучение там чтению целенаправленно, к примеру, да, сколько идет через практическую жизнь. Ребенка самостоятельно учат завязывать шнурки, а это что? Это мелкая моторика, это развитие мозговых структур. Например, там работать с ножом и так далее, самостоятельно готовить. Это же тоже интеллектуальное развитие, потому что это и моторика, и координация движения, и внимание, и так далее. В 1906 году итальянский педагог, ученый и мыслитель Мария Монте-Сори начала внедрять разработанную ею систему обучения детей, основной принцип которой – помоги мне сделать самому. По мнению Монте-Сори дети учатся лучше всего, когда они сами могут выбирать ритм и способ учебы. Задача взрослого – создать условия и направить. Сам дом наш, да, он разделен на зоны. У нас есть музыкальная зона, у нас есть спортивная зона, есть зона ролевых игр, а есть зона сенсорики, это вот в которой мы сейчас находимся, да. А смысл в том, что ребенок, он может самостоятельно выбрать, с чем ему на данный момент играть, то есть он свободен. То есть, например, в три года ребенок может уже читать, пожалуйста, мы будем это развивать, поддерживать, а может в три года начинать только говорить. То есть, здесь нету таких жестких ограничений. Вот, это во-первых, а во-вторых, что по Монте-Сори педагогике старший воспитатель, да, мы являемся как на равных с детьми, то есть я не являюсь для них старшим кем-то. Я точно так же с ними занимаюсь, играю, они могут мне делать замечания точно так же, как я делаю им. Здесь нет навязывания какого-то стереотипа и чего-то, ты должен сегодня выполнить это задание, решить эту задачу, этот текст там прочитать, например, и так далее. В Монте-Сори садах, как в многодетных семьях, дети разного возраста вместе и каждый при деле. Развитие ребенка происходит согласно его потребностям, а не планам взрослых. Если ребенок не хочет заниматься, его заставлять не будут. Детей приучают к тому, что у каждого есть свое мнение и свое желание, и его никто не нарушает. Вот мы, например, гуляли вчера, дождь начался, и у детей возникла вопрос, почему идет дождь, да? Мы даем домашние задания, например, с родителями поговорить и так далее. На следующий день мы собираемся вместе, каждый сказывает свою точку зрения, потом мы картинки подбираем, стихи можем рассказать, объяснять и так далее. Вот, например, вот так вот организуется. То есть у нас нету, я не планирую за неделю, за две вперед, такого нету здесь, это просто невозможно. Мария Монте-Сори входит в список, состоящий всего из четырех педагогов по версии ЮНЕСКО. Сады и школы, работающие по ее системе, продолжают открываться по всему миру, хотя материал для работы стоит немалых денег. В Беларуси школ Монте-Сори нет, в садах же зачастую используют отдельные элементы этой методики. Причин много, и родители не готовы, и материал трудно достать, да и продолжать обучение в нашей стране все равно негде. Все школы работают по государственной программе.